Здравствуйте дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я немножко коснусь темы энергообеспечения всяких гаджетов на мотоцикле. На самом мотоцикле у меня изначально не было никаких выходов, ни прикуривателя, ничего для того, чтобы можно было запитать телефон, навигатор или какой-нибудь видеорегистратор. У меня есть два варианта решения данного вопроса. Оба варианта вам покажу. Один простой, один посложнее. Собака, что ты хочешь? Подождать надо. Ну-ка на место. Бегом. На место. Жди. Первый вариант это вот такая готовая зарядка совсем известного китайского сайта. Покажу поближе. Изначально я ее покупал как донор для корпуса и разъемов, чтобы выпотрошить все изнутри и подключить нормальный преобразователь на 5 вольт, 5 ампер. Ну потому что я физику верю и вот эта коробка явно больше, ну если учесть, что в этой зарядке вот так разъемов и платка там вот такая маленькая на пол этой коробочки, то эта штука в три раза больше. Я верю, что здесь 5 ампер. То, что здесь указано 1 ампер и 2 ампера, то есть 3 ампера, я ну не верю. Вот. Значит, при нагрузке в 1 ампер она показывает 4,9 вольт, 0,8 ампера. При нагрузке в 2 ампера она показывает 4,8 вольта, 1,6 ампера. Я считаю, что для такой зарядки это более чем солидный результат. То есть, в принципе, для одного телефона ее можно смело ставить, не рассчитывать, что она очень быстро зарядит два устройства, но с одним устройством она вполне может справляться. Ради интереса мы можем сравнить данные показания с оригинальной зарядкой от айфона, которая на 2 ампера, и посмотреть, что же выдает она. Подключаем наш тестер. Нагрузка 2 ампера, она показывает 4,7 на 1,6 ампер. То есть, у нее даже падение по напряжению больше. Поэтому вот данная зарядка это честная 2 амперная зарядка, ссылка в описании. Вскрыть ее было несложно, она вот здесь была заклеена. И чтобы ее вскрыть, надо было просто наставить, вот здесь пошел ножик канцелярский и постучать чем-то тяжелым. Я стучал бокорезами. Вот так по кругу простучал, и вот эта крышка выпала. Соответственно, остался корпус. И вот такая начинка. В этой начинке у нас есть разъемы, которые припаяны на плату. На данной плате есть некоторый стабилизатор шестиногий. Не знаю, что он делает. Какой-то диод, может быть защитная куча резисторов, светодиоды. Но вот эта плата горизонтальная, это преобразователь как раз на 5 вольт. Чтобы нам эту зарядку использовать в качестве разъема и подключать к ней уже 5 вольт, нужно выпаять все лишнее. Я выпаю отсюда дроссель и выходной конденсатор. Все остальное оставлю как есть. Можно еще вот этот защитный диод выпаять. И здесь нужно поставить две перемычки между выходными контактами платы и входными контактами платы. Давайте с дросселя начнем. Дроссель есть. И конденсатор. Давно я не паял. Конденсатор. То есть вот это у нас плюс. Ну и вот это у нас плюс. Крест-накрест, короче, их надо запаять. Берем обычные провода. Какие найдем? Ну, желательно потолще. У меня есть провода на полквадрата, можно ими соединить. Первая перемычка. Крест-накрест делаем вторую перемычку. Все вроде как готово. Плюс у нас безотмывочный, можно не париться с отмывкой. Теперь главное посмотреть, не взорвется ли эта штука, если туда попадать 5 вольт. Проверяем. Так, это у нас минус. Главное минус с плюсом не перепутать. Минус. Должны засветиться светодиоды. Светодиоды горят, уже хорошо. Дальше что мы делаем? Мы втыкаем сюда наш тестер. И пытаемся подстричь, что же у нас получилось. 4,5 вольта, 1,5 ампера. Беда прям. Получилось хуже, чем было. Давайте-ка я сейчас на нее запитаю еще что-нибудь. 4,7 и 1,6 ампера. Как бы, ребята, лучше не стало. Сразу вам говорю, что можете смело. Можете смело использовать вот эту зарядку, которую я купил изначально. Ну, я как бы продолжу в любом случае, потому что, ну, здесь охлаждение, должно быть лучше надежность и так далее. Остается мне себя тешить данным фактом. Хотя, в принципе, можно впаять обратно выпаянные детали и пользоваться как есть. Но я не ищу легких путей. Втыкаем обратно. Можно капнуть 2 капли клея. Самое главное теперь сюда не подсоединить 12 вольт. Нацарапал 5 вольт для будущих поколений. А то повыгорает все к чертям. Все, дальше суперклей. Наш добрый друг. Суперклей двухкомпонентный, работает очень просто. Мы берем... Вот сюда надо брызнуть. Вот так. Все. А на крышку нанести клей. Вот так вот. Раз. Просто несколько точек. И сильно прижать. Вот так. Оп. Все. Готово. Осталось теперь просверлить отверстие где-то в мотоцикле на 30 миллиметров. В удобном месте, чтобы можно было к этим разъемам добраться. И этот комплект туда зацепить. Сейчас пойдем в гараж и все это сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА